Все зависит от нас самих Я вам хочу сказать, что сегодня с утра у нас похолодало На улице прям подморозило маленько Даже на стеклах на машине Такие капельки, знаете, заросы, которые под утро замерзли Небольшой был минус Итак, сегодня день не знаю чего Что-то какие-то вроде дела есть, но они какие-то такие вялотекущие Поэтому в начале ролика я вам ничего не могу сказать конкретного Смотрите, надеюсь, вам будет интересно Мне самое интересное, что сегодня будет Вчера отвозила машину Мне поменяли подшипники ступичные в переднем колесе Которые у меня гремели Как заразы И все бы хорошо, но сегодня вот АБС с утра загорелся Ну-ка еще раз Собака не тухнет Блин Господи, как мне надоело Вся эта хрень Постоянно выскакивающая Прямо она меня уже трясет Вот ничего же Вот ничего Вчера не горело Я никуда не ездила далеко Я нигде не лазила Ни по каким оврагам Ни на рыбалках Нигде Пожалуйста Просто Вчера отдала 6 тысяч За подшипники, за новую ступицу И за ремонт И опять что-то прилетело Просто с утра бах тебе А такое настроение у меня было с утра хорошее Фу на тебя Отвезла полежа в школу Только что И с утра иду посылки отправлять На нашу суперпучту Ну что-то я там, ребят, пишу, что машина Отправила заказы Мальчишки пишут, что Наверное, что-то с датчиком АБСовским Короче, ездить можно Просто АБС срабатывать не будет Но пока я не зима Мне АБС сегодня не нужен Поэтому Ну Буду по какому-нибудь другому вопросу Они посмотрят Что-нибудь еще будет Поеду, посмотрят Чек у меня еще горит Но чек горит уже давно Года три горит Делали этот Считывали ошибки В общем, там есть какой-то Как-то называется Лямбда-зонд Это, короче, такая типа сеточка Ну, как я это себе представляю Могу ошибаться Ни на что не претендую Ну, как вот мне объясняли Я себе это визуально Вот так представила Я представляю себе так Это такая типа сеточка Которая ловит какие-то там Испарения Ну, вот когда машина работает Вот эти выхлопные газы И чтобы газы были чище Которые выходят На улицу, да? Из выхлопной трубы Чтобы они типа были чище Она там типа что-то Фильтрует Или как-то так В общем Вот этот чек горит Из-за этой вот Из-за того, что типа сеточка Эта забита Надо вырезать Вырезать Катализатор он что-то называется Или как-то Хрен его знает В общем Надо либо вырезать Либо менять Денег стоит Это как крыло от самолета Проще новую машину купить Чем поменять этот самый Лямбда-зонд Ну, либо ездить так С горящим чеком Поэтому Выбираем горящий чек Так, что-то мне еще надо было На почте была Говорит, никуда больше не надо Все, домой поехали Так, пришла домой Надо позавтракать Потихоньку собираю То, что поедет на Вазберес В эти выходные В машине же у меня еще Лежат коробки Которые в прошлый раз Не приняли И еще сверху Я потихоньку собираю Из того, что приняли Вот насобирала Наделала Эти Трехметровые Десятиметровые Пятиметровые наборы Вот они уходят хорошо Их принимают Их везем И наделала еще Что поедет Поедет Это пакеты фасовочные Вот такие же Сейчас Вот такие пакеты В которые специи фасую Для Вазбереса Вот такие пакеты Просто пустые пакеты По комплекту По 10 штук Пакеты на Вазбересе Говорят, что хорошо уходят Попробуем У меня их все равно много Закину 10 наборчиков По 10 штук Пусть будут Дальше Наделала специи Нафасовала Значит, луканка Краковская Это Наверное, ветчина, что ли У меня Для ветчины И еще Для купат Это для купат Тоже На пробу Значит, здесь 10 пакетиков В упаковке 50 грамм специй Все сделала Все зафасовала Карла завела Отфотографировала Товар повесила Этикетки сделала Штрих-ходы сделала Все сделала Еще поедут Еще Там у меня в машине 5 упаковок И еще дополнительно 5 Это пакеты Для вялений Мяса Вот это, что поедет Все, что ли Вроде все, что ли Но Я в ожидании Скажем так Королева восхищения Королева в ожидании Я жду пакеты Чтобы упаковать Вот этот Каждый пакетик Со специи И с солью И с сосиской С цепочкой Вот такой Чисто не принимают Завернули в прошлый раз Нужно сверху Еще упаковывать В дополнительный пакет Минимальный 70 микрон Толщиной Я же заказала их Еще в Пятни В воскресенье Мы с Палюнькой ездили В воскресенье Я их заказала Они должны прийти Сегодня Эти пакеты Блин Они мне вышли Почти в 6 тысяч Там тысяча штук Но пакеты я взяла Большие С расчетом на то Что их можно будет Разрезать И запаковать Соль Чтобы у меня все влезло Соль же больше В общем я по размеру Подбирала так Чтобы они были длинные И чтобы их можно было Нарезать И запаковывать Так получается дешевле Чем покупать Пакетики маленькие Строго под размер Если взять длинные И нарезать Заказала Жду Прийти должны сегодня По плану На вздеке Написано доставку 20 Сегодня 20 Но смска еще не пришла От вздека Что они приехали Поэтому Собственно говоря Я их жду Так ладно Поставим чайничек Да позавтракаем Полин огород Знаете У меня лук выращивает Розочку Которую мы с ней В прошлый раз купили Такой у нее Мини огородик На окошке Нашла в ее огороде Ножницы Обыскалась А Она наверное Лук стригла На месте повесим Наверное Лук стригла И там их оставила Что я хотела сказать Южные окна На ты С short На южных окнах На южных окнах У меня орхидеи не стоят Орхидею у меня стоят Видите На Вот этих окнах Это восток Да И там вот В уголочке В общем на южных окнах Орхидеи себя очень плохо чувствуют Они просто горят На солнце Даже зимой Поэтому На южных окнах Я орхидеи не ставлю На северном окне И на восточных Вот там да Там они нормально себя чувствуют Хотя на восточных тоже Маленько подгорают Лучше всего стоят на северном они такие там жирные листья большие. Вот. А здесь, получается, у меня два южных окна. Раз. И вот там вот за шкафом еще одно окошко. Поле у нее здесь сейчас мини-садик. А так, я думаю, что в принципе здесь можно рассаду выращивать. Я, конечно, не огородник, но такая мыслишка о том, что мне окна, в принципе, эти все равно не нужны. А вот под рассаду они бы, наверное, подошли. Она у меня бегает. Ну, так, на всякий случай. Заметочка такая в голове, что окошки есть. Проехал заказ. Даже не успела еще закипеть. Чайник не успел закипеть. Я вот тут лежу на диванчике всякой, ерунду в ТикТоке. Смотрю, ждю пока чайник закипеть, дам позавтракать. А заказ уже приехал. Я, наверное, за ним съезжу, когда Полю повезу на рисование. Поле загорелось желание. Вы знаете, я вам хочу о чем сказать. У меня нет... Тут гитара висит, мне кажется, она эхо дает. Вот так сделаем. У меня нет такого, знаете, дикого желания, как у многих родителей, чтобы обязательно ребенок куда-то ходил. В музыкальную школу. Там девочка, да, на бокс. Мальчик там, что вот обязательно посещал. Он должен развиваться, он должен для саморазвития это нужно. Это только родители считают, что ребенок что-то должен и так далее. Я никогда не заставляю своих детей куда-то ходить. Никогда. Ребенок должен этого хотеть. Сам хотеть. От того, что вы его туда пихаете насильно, потому что он должен саморазвиваться, результата будет вот ноль. Кроме потом претензий к маме. Вообще, зачем я ходила в эту музыкальную школу столько лет? Ненавижу играть на, не знаю, на флите, да? Да. То есть, ребенок должен хотеть этого сам. И Поля, она хочет, она сама попросилась записать ее, найти ей рисование. Ей нравится в последнее время рисовать. У нас весь дом в ее рисунках. Я, кстати, сейчас покажу. И я записала ее к одной знакомой художнице. Она прямо, ну, она дома занимается, занимается. О, посыпали сообщение, что он так приехал. Она занимается дома. Она прямо вот художница. Она рисует картины, росписью разная. У нее там точечная роспись, такая очень творческий. И вот она занимается детьми, проводит уроки по рисованию, по бисероплетению. И вот они с ней занимались в понедельник. Полюнь принесла домой картину, которую она нарисовала, соответственно, под руководством Татьяны. То есть, она сама пришла и говорит, мам, я бы хотела куда-нибудь ходить рисовать. Я, хочешь, пожалуйста. То есть, и сегодня у нас с ней тоже мы поедем на рисование. И еще она бисероплетением занимается. Она научит детей бисером плести всякие разные там штучки и на бисероплетение. Коля сказала, я пойду и туда, и туда. Поэтому занятие примерно час идет. На два занятия, если она согласится, это два часа будет. У меня будет два часа, чтобы загонять в каширу и забрать. Потому что я еще жду доставку от Вайлдберриса. Я себе заказала, во-первых, для... Да не свиститель. Для ногтей гель. То есть, мне моя подружка, подружайка моя, она мастер маникюра, она говорит, Юля, тебе надо купить гель для кутикулы, для размягчения, чтобы, в общем, маникюр оказался аккуратнее. Мажешь, аккуратненько палочкой его двигаешь, красишь, он тогда будет такой, ну, поровнее будет, будет посимпатичнее. В общем, заказала на Вайлдберрисе гель и заказала на Вайлдберрисе свою собственную продукцию. Я все с этими, со своими веревками 25 метров. Все как курица с яйцом. Мне же интересно, они же сначала два раза пропали. Я два раза возила веревки для колбасы по 25 метров в таких клубочках. У меня ее два раза принимали с разницей в неделю, и их не было. То есть, ну, они просто исчезли. А в накладной, что их приняли, не было две недели, да. Не было их как товара, они не висели. Я думала, что их кто-нибудь свистнул. Думаю, еще кому нужны эти веревки. А буквально пару дней назад мне пришло сообщение в личку по Вайлдберрису, что мой товар, вот этот, да, там код указан, вот этот товар, значит, на что-то там он не подходит, то ли по упаковке, то ли по штрих-кодам, то ли по описанию. Типа они переделывают за свой счет 100 рублей единица товара. А веревка эта стоит там всего, всего 100 с хвостиком. Пришлось чуть-чуть цену увеличить, ну, дабы уж в минус не уйти, хотя бы в ноль, чтобы они ушли. И мне интересно, что они сделали. То есть, ни у кого нельзя поинтересоваться, что конкретно там не так, и как вообще это исправить, это практически невозможно. Бегать кого-то искать, чтобы тебе это объясняли, там писать эти запросы, ждать. И я сделала намного проще. Я заказала свой же этот клубок ниток. Он мне должен прийти, я его возьму в руки и увижу, что они с ним переделали, чтобы понимать, что мне нужно с ним сделать. Ну, а как по-другому? Это самый простой и самый быстрый способ самому себя купить. Все, чайник закипел, можно завтракать. Интересную тут мыслишку услышала от товарища Лобковского, Михаил Лобковский, психолог такой. У него есть шесть правил для счастливой жизни. Я никого не агитирую, я для себя услышала интересную вещь. То есть, ты должен делать то, что ты хочешь, то, что ты не хочешь, то делать не должен. Это просто. Да, это сложно, может быть, показаться, что это сложно, но во всяких разных мелочах это на самом деле просто. И можно начинать с того, что ты должен есть только то, что ты хочешь. Не то, что есть в холодильнике, а то, что ты хочешь. Я вот стою и думаю, что бы я сейчас съела. Но, когда ты не можешь выбрать, то есть, ты хочешь и это, и то, и все, и пятое, и десятое, ты должен выбрать то, о чем ты подумал первым. Понятно, да? А первым я сегодня подумала с утра, что я бы, наверное, яишенки с колбаской бы съела. Поэтому, поэтому я хотела яишенку с колбаской. Да, сейчас я ее себе и сделаю. У меня мысль такая есть интересная. Я третий дубль никак записать не могу. Не знаю, как это правильно выразить, чтобы меня правильно поняли и всякую хрень потом в комментариях мне писали. У меня иногда на стримах спрашивают, Юль, вот откуда ты берешь энергию? Ты столько такая, ну, типа, шустрая, веселая, я не знаю, как это правильно сказать. Откуда у тебя столько энергии? Как ты все успеваешь, как ты все это делаешь? И я тут над этим размышляла совершенно недавно и поняла для себя, что, в принципе, я так последние полгода живу по этому правилу сама. То есть я сама до этого дошла, додумалась. Я не делаю того, чего я не хочу. То есть то, что мне не доставляет удовольствия, я не делаю. Или я не хочу чего-то делать не должна, не обязана. Вообще в этом мире никто никому ничего не обязан и не должен. И я живу именно так, как мне нравятся. И дела я делаю только те, которые мне нравятся, которые я сама хочу делать. А когда ты делаешь те дела, которые тебе нравятся, ты хочешь их делать, они даются легко, ты не устаешь от этого. И я не могу, конечно, сказать, что, например, газ мне доставлял удовольствие бегать по всем этим инстанциям и целую кучу денег на это тратить. Но это, так сказать, шаг к тому, чтобы реализовать то, что я не хочу делать, а печку я топить не хочу однозначно. Нигде я не хочу дрова таскать. Я хотела, чтобы у меня было автономное отопление, чтобы даже когда меня нет, дом все равно было тепло. И я, собственно, к этому пришла. Слава Богу, все закончилось. Но вот в других всяких разных жизненных аспектах я не делаю того, что мне не нравится. И поэтому все дается достаточно, так сказать, интересно и легко. И от этого ты не устаешь. Чем ты недовольна-то, я не пойму? Не снимать? Ну ладно, не будьте снимать. Не снимать! Ну что не снимать-то? Он меня не толкает. Ну все, что, забрала, Палюня, уроки закончились. Поехали, нарисовали люди. И на бисер. И на бисер. Не снимать! Давай, залезай. А заявление где брать? Заявление? Да, у тебя не дали его тебе? Дали. А, ну дом надо заполнить, да? Да. Так, рюкзак снимай, пристегивайся. У нас каникул уже со следующего четверга начинается. Мы учимся по четвертям, как раньше в советские времена учились. Пристегивайся. Так и мы учимся. Но в школе существует такая группа, она называется детский лагерь. Это, конечно, не лагерь, просто дети приходят к девяти. Ну, примерно там часов до обеда, часов до двух. Они в школе находятся, занимаются там с ними. Ну, не учат. Вот так. Что-то учат там. Ну, как. Ну, типа, блин. Типа. Типа детский сад при школе, что ли. Вот так вот, как это назвать. И, ну, по желанию. Ходишь-ходишь, ходишь. Ходишь-не ходишь. Не ходишь. По-люне хочет ходить. Ну, дом сидит скучно. Но она хочет ходить. Я у нее спросила, надо заявление писать. Чтоб она в каникулы, ну, в школе не ходила. Так, все, пристегнулось, поехали. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подгласно было бы нам. Что-то у меня сегодня какое-то такое настроение на потрындить. Полю отдала, как они там занимаются. Вот я тут в каширку. Я вот что-то подумаю. Можешь мне себе тикток завести? Иногда бывают всякие разные интересные мысли, которые вроде бы в ролик, ну, как-то вписать он не к теме, не к тему. Да, вот на пару минут, такие, знаете, они больше, много таких каналов в тиктоке, ну, всякие психологические, то есть не вот там переозвучка чего-то, а всякие психологические интересные мысли. Например, там, не знаю, не обязательно свои, просто бывают интересные мысли у кого-то услышишь, хочется их, так сказать, записать куда-то в одно место, кратенько. Вот думаю. У нас такая, причем я уже не первый раз об этом думаю. Не первый раз думаю о том, чтобы завести тикток с целью именно записи вот этих интересных жизненных мыслей, которые мне были бы интересны самой. Ну, сама бы иногда пересматривала, так сказать, иногда же бывают, да, такие дни, когда, знаете, это говорят, вот там, пару дней назад, какой-то был ретроградный Меркурий, и ни у кого ничего не получалось. Я-то, блин, все думаю, что у меня в Вайлберс никак не идет, вот эта одна поставка все идет, а вот эта одна поставка, а это, оказывается, ретроградный Меркурий. Я не знаю, правда это или не правда, но когда, в общем, закончился этот ретроградный Меркурий пару дней назад, все прям там на тиктоке, ура, ура, блин, все, теперь как попрвет, да как попрвет. Посмотрим, как попрвет, ну, а вдруг, правда, что нет. Вот, и в общем, у меня такая вот мыслишка, такие всякие жизнеутверждающие, интересные, коротенькие ролички. Раз об этом думаю, не первый раз, значит, надо сделать. Это вы знаете, сейчас же все увлекаются психологией, все вообще увлекаются, а везде, везде они идут, вообще во всех соцсетях, сейчас даже всякие модные там эти, ну, как сказать, дамы высшего общества тоже, все лезут в психологию, все психологи, кругом одни. Вот даже у Павла Воли уже вышел стек на эту тему, там, на пространстве в интернате бегать было выступление, вот поэтому вот сейчас все психологи. И что я, вот у меня, какая моя личная мысль, я, собственно, нигде не сперла, сама вот думаю. Вот психология, она, знаете, это очень интересная наука, у нее бывают разные совершенно направления, там, семейная, детская, да, ну, разные. И вообще, по большому счету, это такое, вот представьте себе, большое поле. Большое поле такое луговое, да, где вот растет трава, цветы, вот такое, вот это психология. И есть же сейчас всякие разные последователи, последователи, которые, значит, строят свою жизнь на основании учения сати. Реально есть такие люди, я вам серьезно говорю, реально, то есть они делают все так, как говорит вот этот психолог, вот такие, да. Есть там те, кто, там, последователи Лоповского, они строят свою жизнь, отношения к жизни по учению, значит, этого психолога и так далее, и так далее, и так далее. И вот представьте себе большое поле. И это психология, то есть это то, что нам дается людьми, которые, ну, будем говорить, что они это поле засеяли, да, и там, посеяли цветочки, травку и так далее, и так далее. И вот ты идешь по этому полю, и у тебя всегда есть два варианта. Первый вариант, ты вот так косой косишь все подряд, гребешь к себе и получаешь, ну, сток сенов, да, грубо говоря. То есть ты все собрал, все, я все узнал, я все послушаю, я со всем согласен, все, это мое. Это вот первый вариант. И второй вариант, ты можешь выборочно идти по этому полю и собирать только те крупицы, которые тебе нравятся, как цветы в руке. И итог, у тебя будет, ну, либо сток сена, да, либо красивый букет, который тебя украсит. А вот что тебе нужно, вот с этих знаний, которые ты не знаешь, как применить, но он у тебя есть, применить ты его не можешь, или красивый букет, который тебя украсит, выбираешь только ты. Больше никто, только ты. Тинь-тиритинь. Опа. Тяжелая. Так, ну что, поумничали, поумничали. Забрала. Пакеты забрала, но я вам по этапу еще с вечером покажу. Я еще подумала, что если вдруг мы... Странно. Если вдруг мы сегодня, я успею все запаковать, то есть все коробки, которые в машине лежат, если что дома, то можешь завтра сгонять на ватберс, на сдачу. Что ждать-то? Чем быстрее сдашь, тем быстрее заработаешь. Потому что там уже почти все закончилось. Ну что, давайте с чего мы начнем? Начнем мы с моих собственных ниток. Ничего здесь не поменялось. Это мой пакет. Это моя этикетка. Вот. Вот, написано, видите, моя этикетка. Они его дополнительно не упаковали. Он как был пропаянный, так и остался. Не упаковали, не запаковали. Но здесь почему-то один штрих-код был наклеен ватберсовский. То есть они же сверху еще свои штрих-кода клеят, вот эти ватберсовские. Почему-то один отодран, наклеен другой. Но с самим товаром они не с упаковкой, они ничего не сделали. То есть кто заказывает на ватберсе, кто знает, да, что вот они сверху клеят этот штрих-код. Кстати, вот кто не знает, наверное, многие не знают, расскажу. Вот этот штрих-код, он уникальный. То есть на каждой единице товара, которая у вас хранится, у них хранится, разный штрих-код. То есть если у меня там лежит, например, 20 таких клубков, то на всех 20 клубках штрих-код, который наклеивают, он разный. А это сделано с целью их внутреннего учета. А также, если, например, вот бывает такое, что товар, например, приехал к покупателю, покупатель его открыл в пункте выдачи, а товар разбился, ненадлежащего качества пролился или еще что-то, или еще что-то. В этом случае он возвращается обратно на склад ватберсе, поставщика уведомляют о том, что пришел некачественный товар, и поставщик может его либо забрать, либо отправить на утилизацию. И вот дабы найти тот товар, который, ну, ватберс его сам утилизирует за счет, естественно, продавца, чтобы найти именно ту единицу, ту штучку, которую нужно утилизировать, например, утилизировать, вот с этой целью разные абсолютно вот здесь от штрих-кода. Так, ну, в общем, мне непонятно, что с этими не так, с клубками. Не буду возить нитки, бог с ними, не обиднею ни разу. Ну, и пришел мой вот этот гель, о котором я говорила. Вот, кстати, пакеты, вот видите, вот тоже, вот этот гель, он упакован в дополнительный вот такой вот пакет. Вот такие же примерно пакеты пришли мне для упаковки тех товаров. Причем странно, то есть, ну, вот клубочки, да, там, оболочку, их вот принимают вот в обычной упаковке, а сыпучку надо именно вот в такой. Ну, и это, естественно, тоже, наверное, скорее всего, поскольку это жидкость, тоже, скорее всего, надо было дополнительно, поэтому поставщик дополнительного, дополнительно упаковал. Ну, что я купила? Гель для быстрого удаления кутикулы. Короче, посмотрим. Ну, смысл в том, что, типа, намазала, он станет мягкий, ну, обрезали под это. Это забрала, это забрала. Давайте уж и пакеты посмотрим. Так, ну, вот они мои пакеты. Сейчас посмотрим их, вскроем. Видите, я взяла специально большие. Вот они такие толстые. 75-е. Вот так буду их пропаивать, обрезать. Соль или мелкие специи. Тын-тын-тын в каждой. 15 килограмм на секундочку весят. Это тысяча пакетов толстых. Ну, собственно, все. Мне теперь надо заскочить на заправку. И за поле ехать обратно. Пока доедешь, пока туда-сюда, мы уже 2 часа и пролетели. Опа, погнали. Так, ну, все, смотрите, я Полюню забрала. Художество ее. Художество. Красота. Да? А покажи, что ты там наплела. Может, их выровнять надо. Выровнять надо? А, ты кисок тоже делала? Киска и зайчик, да? Да. И котенок. Маму разрешают дома кошек держать. Маму разрешают кошек держать на улице, в бане, в сараях, а дома нет. Дома мама живет. Дома мамин. А, он вот так стоять должен на ножках. Дома мама хочет пожить. У всех должно быть свое место. И вот это на улицу не выселишь? Этого не выселю на улицу, не переживай. Держи. Слава Богу. Ой, ладно уж, ладно прям. Мам. Все, так, это теперь у нас должно подсохнуть. Оно еще не досохло до конца. Эти рточки мы только что на яйца... Ну вот сюда положу. Надеюсь, не улетит, пока будем ехать. Гарь. Что ты? А, ты же жабку забыла, да? Вот надо. Держи. Зачем? Ну, садись тогда, пристегивайся на зону. Мам. А, мам. А давай эту, чешку заедем. Зачем? Ну, от победы отпраздновать. Какую победу отпраздновать? Ну, не победу, а красивость твою. А, то, что красиво надо отпраздновать? Да. Палюнь, ты когда идешь в магазин, ты должна понимать, что ты хочешь купить. В магазин надо ходить с четкой целью. Мне надо купить вот это. У нас дома есть все. Сладости целый шкаф. Печенье, конфеты, фрукты. Мясо есть, колбаса есть. Мы с тобой купили этот самый вязанку, ты просила, Батон. Ты ее даже не начала. А я забыла, что они есть. А, забыла, да. Огурцы, помидоры есть, котлеты есть, ежики есть. Что ты хочешь еще? Скажи мне. Что тебе не хватит? Ну, хорошо, что ты будешь. Сосиски, сосиски тоже есть. Что ты хочешь? Шоколадку. Шоколадки тоже есть и конфеты есть. Есть. В холодильнике лежат шоколадки в двери. По-моему, три штуки. Аленка, где не Аленка? Там не Аленка. Там, по-моему, Милка лежит, и Альпингольд лежит наверху. У нас все есть. Поля любит очень ходить в магазин, просто чтобы сходить в магазин. То есть там смысл в магазин сходить? А в магазин пойдешь, мне лишь двухтысяч не оставишь. А когда дома все лежит, ты половину выкидываешь, потому что она портит, никто не ест. Мне не хочется каждый день по две тысячи в магазин оставлять. Так, все, поползли обратно. Ты решил, что ты хочешь? А мы подумаем, нужно ли нам в магазин. Мороженого ты купила, брикет, вот такой, в чай, килограммовый, лежит в морозилке. Еще что? Забыла. Ты когда-нибудь есть начнешь то, что ты покупаешь в магазинах? Да. Вот это происходит от того, что ты не можешь определиться, чего ты хочешь. Я, значит, так. Иду переделаю. Ну, да. Иду встаю, и вот телефон с вами все. Беру, вяжу, беру мороженое, сажусь, отъезжаю и сделаю. А, ты будешь есть колбасу с мороженым? Да. Хорошо. Не обдричься? Ну, не знаю, колбаса с мороженым как-то. Мне кажется, не очень зачитаем. Нет? Не знаешь? Ну, проэкспериментируешь, узнаешь. Вкусно, Поль? Колбаса с мороженым. Ну? Вкусно? Не, мне просто интересно. Ты вприкуску планируешь есть? Мне просто интересно, вкусно это или нет. Я так никогда не пробовала. Я мороженое еще не сделала. Тебе 7 лет, ты в 7 лет можешь есть все, что угодно. Вот если мама в 40 будет есть колбасу с мороженым, это странно. А в твоем возрасте ты нормально, поэтому можешь кушать. Мама? Так люблю этот фильм «Путешествие к центру земли». Вот киношка идет по телеку. А у меня получается вот так. Значит, в один пакет влезает 5 со специями, пропаянных посерединке. В принципе, можно их, когда разрежу, еще вот так обпаять и обрезать, чтобы было покрасивее. Если будет заняться нечем, займусь. Если нет, отправлю так, в принципе, что. Ничего страшного уже нет. Как итог? Та-да-да-дам, та-дам. Ничегошненько. Так, ну что, посмотрим, что у меня получилось. В общем, все запаковала. Соль, все специи, дым сухой. Все, вообще, все запаковала. И думаю, завтра отвезу, да. Я даже с Наташкой договорилась Палюньку к ней сбагрить после школы. Думаю, Палюнька в школу закончат. Я ее сбагрю и съезжу, отвезу. Все, шиш на ны. Склад весь забит под самую бакушку. Ближайшая свободная дата, когда есть свободные места на складе, это воскресенье. До воскресенья весь склад забит. Посмотрела еще сам Подольск. Там же два склада в Подольске и в Калейдере. Подольск вообще по нулям до самого нового года все забито. Не принимает. На Калейдере только ближайшее на воскресенье. Ну, посмотрела еще электростально. До электростали мне уж очень далеко ехать. Там есть места, но ближайшие тоже только, по-моему, на субботу. Ну, в общем, мне не выгодно никак. Значит, придется ехать в воскресенье мне в Калейдере на все везти. Мы в субботу собираемся на день рождения. У меня у родственника день рождения. И мы с Палюнькой поедем гулять, так скажем, на выходные, с ночевкой на Бауманской у моих. И обратно, когда с Бауманской поеду, поеду туда через Подольск. Ну, придется с коробками ехать в Москву. И в воскресенье уже заехать в Подольск. Ну, в Калейдере на все выгрузить. Других вариантов, собственно говоря, нет. Что-то я, короче, вечером не то чтобы расстроилась, но я запланировала, поставила себя в план на поставку, чтобы мою поставку учли при расходе вот этого, ну, при расчете количества единиц товара, которые они могут принять. Там же от количества единиц зависит. Себя поставила, чтобы уж точно забила, так сказать, застолбила на воскресенье место. И что-то как-то, блин, планировала же завтра, думаю, сейчас вот я все сделаю, этикетки все сделаю, ну, на коробке там все это. А раз завтра не надо ехать, и мне что-то как-то стало лень. Лень стала, думаю, ну и тьфу, не буду. Расстроена только в воскресенье, завтра тогда у меня будет более-менее свободно, завтра манитюр сядут делать, ну и с этикетками закончу на коробках и на поставку. Вот, все, товарищи, я, собственно говоря, готовлю ужин, время восьмой час, полвосьмого. Ужин готовлю, сейчас доготовится, поставим их поужинаем, на суп ковыряем, уроки мы уже сделали, пойдем мыться, спать ложиться. И, собственно говоря, на этом день сегодня закончился. Такой он достаточно какой-то сумбурный, но, в общем-то, в общем-то, что-то вроде бы сделала, день прошел не зря. На этом с вами сегодня буду прощаться. Внизу, в описании к этому видеоролику, разные полезные и интересные ссылки, в том числе ссылка на наш магазин ВКонтакте, где вот это все, что я бегаю и собираю упаковываю, оно есть в продаже, кому нужно, специи, оболочки, это все ВКонтакте. А также ссылка на то, как нас найти на Вайлбересе, там кое-что еще осталось, еще с прошлых поставок кое-что, но немного. То есть основное все у меня лежит вот здесь, и ждет, пока Юль довезет все оболочки. Все равно кое-что, понемножку, помаленьку, еще на Вайлбересе, там у них осталось. Вдруг тоже кому-то что-то надо, как найти нас на Вайлбересе, тоже внизу есть ссылочка. Все, друзья мои, вот в этом видеоролике увидим, как сделать заказ в магазине ВКонтакте, вот в этом видеоролике, как найти нас на Вайлбересе. Вот это возьмем пальчиком, подписываемся на наш канал, вы здесь понижены наш второй канал про колбасу, копчености, и вообще как работать со всеми этими специями, оболочками, всякие разные полезные рецепты. Все, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю насыщенных будней, пусть ваши дни не проходят даром, жизнь-то у нас одна, и линия жизни у нас не по локоть. Все, ребята, всем пока.